1796 год по всему миру происходят вспышки смертельной натуральной оспы ученый эдвард дженнер полагал что если вести менее слабый вирус коровичей оспы человеку то это обеспечит защиту от натуральной оспы ученый впервые привил восьмилетнего мальчика и все было хорошо это была самая первая вакцинация таким образом эдвард дженнер спас жизни невероятного количества людей как это сработало весь секрет кроется в защитных функциях нашей иммунной системы первое это врожденный иммунитет когда микробы попадают в наш организм иммунная система запускает серию ответных реакций пытаясь определить их и устранить из нашего организма второй механизм обороны это приобретенный иммунитет существуют особые би и ти клетки которые борются с микробами и записывают информацию о них с имеющим досье о патогене следующий раз он не пройдет незамеченно и как бороться с ним иммунитет будет уже знать но все равно телу нужно какое-то время для построения защиты а патоген может быть очень силен для подготовки иммунного ответа до того как патоген попадет в организм была придумана вакцинация она стимулирует выработку приобретенного иммунитета не подвергая человека полноценному заболеванию вакцина разделяют на множество видов живые вакцины они сделаны из самого патогена но значительно ослабленного неактивные вакцины в организм вводится мертвый патоген эти два типа вакцины помогают выработать приобретенный иммунитет но в первом случае сложность изготовить такую вакцину и она не подходит людям со слабым иммунитетом а во втором не создается продолжительный иммунитет другой тип вакцин это химические вакцины делается из части патогена называемым антигеном этот антиген вызывает иммунный ответ выделяя определенные части антигена вроде белков или полисахаридов получают вакцины днк вакцины пока еще на стадии разработки суть этого метода в том чтобы выделить гены которые составляют антиген нужный для запуска иммунного ответа на конкретный патоген такая вакцина будет иметь определенный генетический материал и не будет содержать других частей патогена что обеспечит более эффективное лечение многие люди спорят о вреде вакцины и даже не знаю как она работает в данном видео я попытался раскрыть этот вопрос и надеюсь оно вам помогло также не забывайте подписываться на мои соц сети ссылки на которые будут в описании под видео